вы упомянули поклонников у вас только поклонники или поклонницы тоже есть у меня очень много поклонниц вот есть буквально сейчас иду если вам интересна моя творческая деятельность не мне интересно творческой потому что про нее ничего не найти в интернете я почему про поклониться спрошу у нас такая традиция передача как ее зовут белла это белла мы кошек у которых нету дома мы им находим дом среди поклонников и поклонник нет-нет-нет вам не предлагаю я понял про расклад она кстати тоже поющий так что две у нас поэтому кто-нибудь может из ваших поклонниц да но я потом и сфотографирую и а могу запастить в своих соцсетях это был и не увидел программа может быть увидеть и увидит программу ну что как же программу был все увидит если ты петь не прекратишь твои шансы резко уменьшится это к вам не относится это только к ней так давайте про творческие планы это очень редкий вопрос артисты его очень любят я постоянно нахожусь в каком-то движении сейчас делаю новую концертную программу потому что многое в жизни меняется и например раньше у меня было очень много таких кассовых концертов куда люди приходили и садились там ну зала филармонии дк дк железнодорожника и так далее вот потом я долгое время работала только private заказные мероприятия корпоративы дни рождения еще что-то а сейчас мне хочется вновь вернуться и сделать какую-то вот именно шоу программу и на данный момент я поняла что сегодня люди очень любят ходить ночные клубы больше даже чем они только сегодня вы это поняли нет но просто есть такая тенденция на сегодняшний день что раньше клубные артисты это клубные артисты а артисты для залов это артисты для зал вот на сегодняшний день все поменялось теперь их формат клубов поменялся стали другие клубы ты можешь прийти ты можешь сесть ты можешь кушать ты можешь там закурить сигареты ты можешь взять бокал вина и при всем при этом еще увидеть своего любимого артиста и вот под этом я хочу сделать шоу которая будет компактная, но яркая. Вот сейчас в данный момент им занимаюсь, открываю себе какие-то новые совершенно профессии, потому что артист, он кто? Он постоянно осваивает то, чего он, например, никогда ничем не занимался. Разве? Ну, для кино на лошади надо, скакать надо, танцевать надо, надо, там, я не знаю, что-то делать, там, с животными взаимодействовать, удавов себе на... Вот с Беллой надо взаимодействовать, потому что она, по-моему, стрессирует очень, видите, с ней шерсть летит, и она поет. Ну, вы знаете, я думаю, что вы тоже бы стрессировали, если бы вас вдруг куда-то привели без вашего ведома и согласия, и еще бы вот так иногда душили. Ну, ничего, она сейчас освоится, написает кому-нибудь в тапке, и все будет хорошо. Бывает такое, бывает, да, но с Беллой этого не произойдет, мы не подпустим близко к тапкам. Кошкам надо прислушиваться, не ругать их сразу вот за тапки, а присмотреться, чьи это тапки. Да, вот пусть ваши поклонницы и поклонники присматриваются к Белле. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы Правда 24, которая выходила на канале Москва 24 с 12 года, прошла с кошками. Я приюзских животных пристраивал во время эфиров, то есть я старался их как-то разрекламировать, и наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это вот чаще всего были прямые эфиры, и достаточно часто животные находили своих хозяев. Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно, ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда, даже когда это не видно. То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Бегчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави, тогда был Кирилл Серебренников, просто скучен лошадь. Мне прямо на колени, то есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость. То есть его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен Аниси, которая ловила котейку в студии, потому что там масса таких мест, куда животное забьется, его просто там не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности. Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного, но его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа есть конкретная польза. Все-таки находим котейкам хозяев. Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту. Я пел то, что у меня пел. И она мне помогала в жизни сейчас. Помогать людям просто конвертами. Я подписываюсь под каждый свой канал. У меня была отцениженная самооценка. Или ты умная, или красивая. Сейчас это проще. Ну, что, паяться, я туда иду. Евгений Додорев, Равда, 24.